Всем привет! Я София Гомбер. Продолжаем показывать старинную архитектуру нашего замечательного города Лос-Анджелес. Мы находимся в белом центре, который называется Дом Бауна-Дель. Здесь я хотела показать свои здания, которые построены во второй половине 19 века. Другие построены чуть попозже, чем этот. Вот этот. Чем оно особенное? Потому что это здание банка. Это один из первых таких банков, которые стояли и сохранились до сих пор. Короче, этот банк пережил и Великую депрессию, и Первую, и Вторую мировые войны, и сколько было еще периодов инфляции, и жилищный кризис, и даже вот был карантин 2020 года. Вот все-все-все пережил, и банк до сих пор стоит. Этот банк все еще существует. Вот недавно рассказывали группы, кризис банковский, несколько банков полупалось. Круппы безвестных, которые не протянули даже 50 лет. А этому банку уже более 120 лет он держится. Ну, я уверена, что прорежется еще и пельсок, наверняка. Но это здание было построено в 19 веке. Оно необычное тем, что архитектура в каком-то греческом стиле, ну, может, древнеримском, в принципе, очень похожа. Вот. Смотри, как оно интересно. Вот автобусы ее поспал. Современные все. А вот это здание, оно немножко какое-то старинное. И причем у него основа каменная, каменный фундамент, это еще из той редкости, которая построена не из кирпича, а на каменной основе. Вот этим оно редкое. Вторая половина 19 века. Вот я много очень слышала, люди рассказывают, что было как бы такая всемирная катастрофа. И такие тонны глины плыли по всем городам. Города затапливали глины. Первые, вторые этажи тонули. Здесь, видно, что ничего подобного в Лос-Анджио-Сине происходило. Здание нормальное, никакой глины здесь нет, ничем оно не засыпано. Все этажи нормальные, двери нормальные, ничего не завалено, нет никаких окон, уходящих под землю. Хотя, да вот там он находится как бы немножко в глубинке. И вот Галливуд Хиллс, оно уже повыше на Хиллс. Хиллс – это вообще холмы. Если бы так, чтобы логично думать, потоки глины, если бы действительно были, они бы все стекались сюда. Их нет, здание реально стоит в реально 19 века. Такая красота, идеальная кондиция. Сохранилась просто замечательно. Потому что в Америке очень сильная история, исторические объекты. Они охраняются государством. Есть такая эгита историков. Есть эгита, которая охраняется в архитектурные памятники, и в архитектурные памятники истории – это все очень охраняется. Поэтому огромное внимание. Хотя я слышала, многие говорят совсем наоборот, что американцы истории не интересуются. Это неправда. Здесь все, что действительно стоит, история – это все охраняется за годом. Красота. Вот это здание, это уже построено в высшеме 120-х. Но тоже очень красиво. И какие интересные завитушки. Завитушки здесь показывают роскошную природу Калифорнии. Она действительно необычная, отличается от многих от природы многих других мест. Я путешествовала в 10-7 странах. Но я нигде не веду такого внимания к природе. Но завитушки – это, конечно, изображает красоту природы. Никаких катастроф, никаких цунами, никаких похорон, ничего здесь такого нет. Ну, сами видите. Дальше хочу обратить внимание, показать. Вон там старинное здание. Это тоже построено до конца 19-го века. Вот это все. Там, и дальше идет базар. Это вообще квартал, который построен уже в 19-м. Вот. Там квартал, и в нем базар. Я о нем отдельно расскажу. Вот. И дальше сейчас вот вернемся сюда. И вот здесь вот такой вот. Вот красивая машинка. Вот еще красивое здание. Это построено вот в самом начале 1900-х. И вот там тоже оформление. Кружочек. Кружочек, кстати, это здание, то есть как бы, офис для компаний, которая занимается производством косметики. Женской красотки. Поэтому там-то изображение было в зеркальце и в пудринце. Это можно найти даже на официальном сети эту информацию. Здесь было изображение в зеркальце, в пудринце. Потому что здесь были в офисе компаний по производству косметики для красивых вещей. А вот это вот банк. Слово показываем, что Чернесса Меншенс. Банк это вот такой мощный, который стоял. Переживаю все действительно экономические катастрофы. Экологические, как видно, ни одной не было. Еревца посадили недавно. Это был спецпроект. Да, еще. Ну, потому что здесь в Нассажесе очень... Такое внимание экологии есть огромное. И, конечно же, поскольку здесь огромное внимание экологии идет, здесь был проект, и привезли специальную вкурочку, где-нибудь для Верца. Это просто... Вот, не понимаете, весны, какой отель. Это тоже вот конец 1800-х, начало 1900-х. Красиво здесь. И мне больше всего нравится это изображение колонны. Это не настоящая колонна, а изображение колонны. И вот, вон, какие красивые завитушки. Мне кто-то из вариаторов рассказывает, что это я французский стиль. Вот, частичная производная от барокко. Вот так. Вот уже это... А вот прям за ним уже образец современной архитектуры, в стиле модерна. Вот, кстати, вот отсюда, может быть, видно, вон там здание мэрии находится. Вот это вот с треугольной крышей, вот, с треугольной крышей. Вот, с треугольной крышей. И если дальше он сюда повернулся немножко, вот это все, это исторический квартал. Так называется, вот, исторический центр. Вот, а если посмотреть сюда, постепенно показать назад, ну, здесь. Он хотел показать один из шикарных отелей, вот этот вот, грандиозный. Когда его строили, его строительство заняло около 800 тысяч, то есть почти миллион долларов занялося вот строительством этого отдела. Он строительства. А дальше есть еще театр, который построен, может быть, примерно в это же время, построен театр. И мы строили, он за миллион долларов. Да, это чуть-чуть, конечно, стоят цены имело. Вот это вот шикарно, он сохранился. Здесь еще, там еще реклама. Написано было раньше цены, сколько стоило. Ну, сейчас уже цены, конечно, поднялись в такое количество лет. И вот здесь хочу еще показать, вот здесь вот эти здания. И вон о том, какое красивое оформление. Вот там есть. Видишь, а та часть вот идет... Вот здесь, где небо, вот с этой стороны, вот здесь с улицы, вот видно, какая красивая крыша там оформлена. Вот здесь, когда они странно так строят, что вот все части какие-то вот так вот полумысые, а передняя часть очень красиво оформлена. А вот которые угловые, они, значит, делали оформление, что еще вот уроки, как красиво. Ну, вот это вот историческая эпоха, которую я сейчас показываю. Это все и строили. И вот здесь как раз видно, что построено как раз стык столетий. Конец 1800-х, начало 1300-х. Вот такая красота. Огромная часть истории. Здесь, конечно, для тех, кто интересуется историей, здесь все важно и интересно. Вот такая красота, завитушки. Завитушки изображают роскошную природу штата Калифорния. Здесь действительно очень красиво. Я очень рада, что живу здесь более 20 лет. Каждый раз вот смотрю, все, круглый год, какие-то цветочки постоянно тюни. Вот мне лично это просто огромное вдохновение, но мне очень-очень нравится, просто счастье жить в Массанджелесе. Ну, все, надеюсь, это было интересно. Всем добра и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok